Добрый день, дорогие друзья! С вами телеканал Мода и я, Анастасия Николаева с рубрикой «Мода от кутюр». Сегодня нам посчастливилось побывать в Доме моды Юлия Далакян, одним из самых ярких и талантливых дизайнеров модной одежды в России и за рубежом. С самого детства Юлия была уверена, что будет создавать одежду. С тех пор уже более 20 лет ими Юлия Далакян присутствует на российском модном рынке. За эти годы дизайнер Далакян прошла путь от авторского ателье до полноценного дома мода. В концепт-стор Юлия Далакян одевается бизнес-леди, представительницей столичного бомонда, телеведущей, журналистки, манекенщицы, звезды кино и шоу-бизнеса. Современная, независимая, энергичная женщина, отличающаяся высоким уровнем требований и активностью образа жизни, «Главная идея модельера, не воспринимающего одежду, на которую скучно смотреть». Сегодня нас ждет интересная беседа с Юлией и, несомненно, ее роскошный показ на неделе мода. Здравствуй, Юлия! Здравствуйте! Очень рада нашей встрече, давно слежила за вашим творчеством. И хочу задать такой вопрос. Почему и когда пришла такая идея стать модельером? Ну, я даже не знаю точной причины, почему, но когда это ясно, потому что это было очень-очень давно, в таком раннем детстве, когда уже я рисовала какие-то вещи, делила их на ассортименты, уже понятно, что такое условие я тогда не знала, но у меня всегда были блузки отдельно, платья и все прочее. То есть я уже себе представляла это именно как такой определенный составной гардероб. А какова была первоначальная цель и что поддержала Настасью? Ну, первоначальная цель, она, конечно, была заниматься любимым делом, прежде всего. Она, собственно, остается и до сих пор. И эта цель, она такая всегда обогащает сама себя, потому что остановиться на этом пути совершенно невозможно. И, собственно, это и интересно в этой профессии, что она никогда не имеет конечного результата. Всегда есть после какого-то рубежа наступает следующий, и, в общем, спокойно двигаешься по этой стезе и бесконечно совершенствуешься. Ну, не только создавать красивые наряды для девушек, не только. Нет, конечно, нет. Для меня очень важна сама еще техническая вся подоплека, потому что, собственно, ради этого был закончен институт, потому что многие сейчас считают, что это совершенно не нужно. Для меня, прежде всего, инженерная часть этого творчества была, наверное, самой основной и интересной. И до сих пор я стараюсь делать какие-то новые элементы в конструировании. Понятно, что сейчас либо очень много декора, либо совсем минимализм, но, по крайней мере, мне хочется найти золотую середину, когда есть возможность красивой финишинга и при этом очень интересной конструкции. Чистой, красивой, с точными пропорциями. Юля, кто вас поддерживал на старте? Родные, близкие? Ну, родные меня поддержали только, наверное, в выборе института, и то, в общем, так поддержали не сразу, потому что сначала была дорога музыкальная, а потом уже, по моему желанию, все изменилось, и я уже стала идти по своей профессии. Для родителей это был такой маленький шок, но они достаточно быстро переквалифицировались. Да, помогли мне на первом этапе, то есть поступление в институт, то есть я очень много ездила, готовилась и так далее. Это достаточно было сложно, потому что институт находился в центре Москвы, мы жили тогда за городом, вот, поэтому, в общем, это было сложновато. Но, в принципе, потом, когда уже был закончен институт, несмотря на какие-то первые успехи, которые начались прямо буквально сразу, это действительно правда, потому что первый показ у нас был в коллекции, мы тогда были втроем, я была не одна, у нас было три дизайнера, мы объединены были в группу с таким названием «Узолей». Ну, тогда на перестроечной волне это было очень модно, такие названия. И мы сделали первую такую авангардную коллекцию, что, естественно, для таких, ну, первой волны после студенчества. И с этой коллекции, собственно, был первый показ у нас в Москве и сразу же в Милане, потому что это была конкурсная программа, и она завоевала там золотую медаль. Это как раз вот была первая коллекция, первый показ. Да, это самая первая. А хочу спросить, а помните ли вы свою первую сшитую вещь? Ну, это было еще в институте. Естественно, мы, так как все студенты, подрабатывали еще тем, что сами шили на заказ и так далее, сшитых вещей там было много, потому что наше, собственно, образование, оно строится на теории и практике сразу же. То есть буквально первый курс он вводный, а дальше мы уже начинаем работать с тканями и много шьем. А что касается достижений, какие достижения для вас, Юлия, вы считаете самыми лучшими, самыми запоминающимися? Ну, конечно, это было серьезно, потому что это золотая медаль на престижной выставке, и потом, естественно, тут же в программе «Время», про нас так рассказывали и так далее. Первые пять лет мы очень много путешествовали по миру. То есть в России мы тогда еще были не нужны, хотя все равно работали на заказ в авторском ателье. Вот. Мы в Мюнхене, в Дюссельдорфе, очень много в Милайне, в Лондоне, в Нью-Йорке. То есть у нас прям была такая обширная очень программа. Приделась известность. Ну, она известна здесь не была. Мы просто продавали там одежду, свой дизайн, и в тех размерах, в которых мы могли ее сшить, то есть буквально единичных. Конечно, известность здесь получить невозможно. Известность получает и бренд, а не отдельное взятое имя, когда только человек нарабатывает свой стиль. И стиля, собственно, тогда еще не было никакого. Да его и не могло быть, потому что есть какие-то вещи, которые ты больше любишь делать, меньше. Формируешь постепенно свои какие-то стилевые точки. Но формируется стиль не раньше, чем через лет 10, наверное, такого активного, практикующего творчества. Раньше это просто невозможно. Поэтому где-то до 96-го года практически нас никто в Москве и не знал. Прошли эти как-то материалы так незаметненько, потому что очень много тогда было привазных вещей. Тогда была сначала Турция, потом Китай. А в 96-м году уже наши друзья сагитировали меня сделать свой отдельный показ, уже без группы, здесь уже в Москве. Такой уже мощный, полноценный. Я продолжала еще работать в Германии достаточно много, но уже адаптировалась, скажем, здесь. И здесь мы в этот момент начали слить уже до моды как таковой. Собственно, после этого пошли уже показы тогда еще не сезонные, потому что никаких недель мода тогда, конечно, не было. Это было где-то раз в год приблизительно. Коллекция показывалась в Москве, но уже ближе к 2000-м году, то есть в 99-м, мы начали показывать сезонные коллекции. То есть раз в полгода. Юля, расскажи нам о своем бренде. Какой бренд Юлия Далакян? Мы говорим о индивидуальном стиле. Ты говорила, что 10 лет назад мы только формировали его, и сейчас он у нас уже осознанный, созданный. Расскажи. Сейчас уже есть абсолютно точные какие-то выбранные, скажем, стилевые дороги, если так можно выразить, потому что, скажем, у меня нет никаких сарафанчиков, цветочек, нет слишком романтических каких-то вещей, которые очень популярны у нас. Я больше конструктивист, конечно, и несмотря на то, что очень много работаю с шифоном и шелком, эти вещи, они все равно имеют в большей степени силуэт и интересную какую-то фактуру и декор, нежели это будут какие-то рюшечки, цветочки и так далее. Вы этого вообще не любите? Не то, чтобы я не люблю, но заказ я, естественно, это делаю, потому что многие это любят, а я много работаю индивидуально с клиентами. Для меня это одна из важных очень сторон жизни, потому что во мне есть такие, скажем, психологические нотки, когда мне очень нравится с человеком работать, и с многими я работаю уже порядка 10, а с некоторыми и 20 лет. То есть есть такие постоянные клиенты, которые ходят уже просто не несколько лет, а десятилетия. Поэтому, конечно, очень интересно формировать уже такой портретный, можно сказать, стиль, и это для меня очень интересно. Но то, что касается коллекции, прежде всего это конструктивизм, это какая-то интересная декоративная часть, то есть я работала очень много года на Западе, очень четко есть разделение этапов работы, и, соответственно, иногда я занималась финишингом, иногда я занималась конструированием, иногда я занималась именно стилевыми какими-то вещами, в зависимости от задач, которые стояли передо мной работодатели. Но, конечно же, очень важна каждая часть этой работы, и преуменьшать ту или иную степень важности просто невозможно, потому что иногда есть простые вещи за счет декора и интересных каких-то заключительных ноток рождаются очень стильные, красивые, яркие вещи, которые запоминают абсолютно все. И вот эти вот моменты тоже для нас очень важны. А то, что касается конструкции, понятно, что это очень скульптурные вещи, они хорошо сидят. То есть от классического костюма, похожего на мужской, который будет очень женственным, будет прекрасно сидеть, до вещи вечерней, на струящейся, очень четко посаженной на фигуру, весь этот спектр, естественно, для нас очень важен. Юль, а какому материалу и каким тканям вы отдаете предпочтение? Ну, прежде всего, я сказала так, что, конечно, натурально. Я не люблю искусственные ткани, никогда не буду работать ни с каким искусственным мехом или искусственной кожей, потому что для меня это абсолютно табу. Есть, конечно, сейчас такие ткани типа лаке, похожие на кожу, но в любом случае сравнить с натуральной кожей или натуральным мехом вот эту часть невозможно. То, что касается модных всех неопренов, сейчас существует, конечно, такое перенасыщение, скажем, рынка вот этими неопренами модными. Я тут тоже нашла как бы свою такую нишу, потому что есть ткани, которые делают на фабриках высокой моды, которые именно дублируют вот этим поролоном, из которого, собственно, состоит неопрен, именно натуральные ткани. И мы очень активно с ними работаем. То есть это и шерсть, и даже, в общем, кружево сажают на такую основу. И в любом случае, то есть не меньше половины должно быть натурального волокна. Это однозначно. Ну, предпочтение отдаешь натурального. Да, конечно. Ну, и будет ли это шелк или шерсть, это совершенно не важно, потому что, конечно, допустим, все любят очень кашемиры, все стремятся иметь кашемировое пальто. Но могу сказать, что эта вещь достаточно непрактичная, и это, конечно, нужно кашемировое пальто иметь в пятом, скажем, но только ни в коем случае не даже одним из двух-трех. Потому что это вещь, которую носить можно только в особых случаях. Я, конечно, благодаря уже опыту умею работать с разными тканями, могу на ощупь определить совершенно точно ее качество. Но понимаю, что вот сегодняшний ритм, он заставляет немножечко подумать о том, чтобы вещь была практичной. Поэтому обязательно какое-то присутствие не то чтобы полиэстер, но хотя бы эластана должно быть в любой натуральной ткани. Юля, а на мероприятиях, в светских каких-то вечерах вас можно увидеть в вещах собственного бренда? Или все-таки вы любите, ну, можете прийти в абсолютно другом? Могу прийти в чем угодно, потому что, честно говоря, не имею возможности подготавливаться вот так каким-то, да, таким вечерним программам, потому что в таком нормальном режиме я работаю вот просто с утра и до вечера, и ездить куда-то переодеваться, или даже на работе улучить там час-два на то, чтобы привести себя в порядок отдельно, одеть какой-то особенный наряд, сделать укладку. Просто нет времени. Макияж просто нет времени. Поэтому, конечно, это всегда такая одежда, в которой прежде всего удобно и днем, но если это, конечно, какой-то званный вечер или благотворительный какой-то ужин, тут приходится одеваться, и, конечно, и одевать свое. Своё. И такой еще вопрос хотела бы задать. Есть ли какой-либо модельер, дизайнер, пример для подражания именно для вас? В каждую эпоху это абсолютно свой. Понятно, что пример для подражания – это, прежде всего, отношение к жизни, отношение к творчеству и отношение именно к соединению жизни и творчества. И для меня, конечно, то, что делается всю историю в бренде Валентина – это ярчайший пример. Потому что все самые важные этапы жизни и, собственно, сам Валентина проходил очень правильно, на мой взгляд, успешно, корректно, красиво. От рисунков, которые делали для него великие художники, потому что, ну, как правило, рисунки, которые идею дает сам дизайнер, на Западе рисует рисовальщик. И тут даже была целая такая история, канва, когда стал знаменитым человеком, рисуя именно его эскизы. То есть какая-то очень легкая рука у этого человека, что начиная с обычного, ну, как бы необычного, но все-таки уже традиционного для Валентина красного цвета до таких ярких имен, как вот этот рисовальщик, а далее сейчас уже ребята, которые продолжают его дело, когда он сам ушел. Вот я больше таких примеров не вижу, чтобы вот не было, скажем, скачкообразных каких-то. То есть это всегда нарастающий темп. И вот сейчас, делая и кутюрную коллекцию, и коллекцию продапорте фирмы Валентина, на самых топ-уровнях всегда. И по продажам, и по трендам, и по всему, что только они делают. От декора до пропорций и образов моделей на сегодняшний момент это самый ярчайший пример. Но в сезонах, конечно, бывают открытия, бывают, естественно, очень много имен, которые так или иначе всегда у людей заслуженных, у них, понятное дело, что в коллекции есть какой-то блок удачный, какой-то мини-удачный, в зависимости от того, насколько у человека, наверное, правильная команда, скажем так. Я бы не стала говорить вдохновение, потому что мы всегда, мы как бы такие многостаночники, и все делаем сами. Но там это очень большая фабрика и кухня, где участвуют порядка 10-15 стилистов, которые совместно делают эту коллекцию. И поэтому это скорее командный успех, нежели брендовый. Но для меня из последних открытий это Хайдер Аккерман, это сейчас уже на Западе, это икона буквально после Эльбаса, который работал в Анвене, которую мы все прекрасно знаем и любим, это человек, который завоевал признание у всех профессионалов мода. Их могут не знать любители или какие-то вот, допустим, очень много таких смешных моментов, когда очень многие даже модные блогеры понять не имеют, кто это, но каждый профессионал знает прекрасно этого человека. И сегодня это чуть-чуть продолжение Эндемен Майстер, скажем так, но в большей степени живописное, красивое творчество, зрелое и очень мастерски сделанное. Юля, черпаете ли вы вдохновение от этих дизайнеров? Ну, от дизайнеров вдохновение черпать, конечно, это уже как бы мне по опыту было бы странно. Это скорее для молодежи. Путешествия, картины, выставки. Это понятно, что все влияет, все влияет, все, что я вижу в жизни. Дочная жизнь. Влияет абсолютно все. И прежде всего общение с людьми. У меня очень интересный и красивый круг знакомых, друзей. Я очень много передвигаюсь, естественно, в Европе. Там друзья, которые живут там, в Москве, которые здесь. Мы очень много общаемся. И для меня самый такой приятный отдых это как раз общение с друзьями, с людьми. И сейчас просто так ритм жизни увеличился, что многих я не вижу так часто, как, скажем, раньше. И это очень обидно. Но я и сама просто очень сильно загружена, поэтому не всегда могу себе позволить такое частое общение. Но больше, чем именно жизни, настроение, впечатление людей, которые что-то рассказывают, как-то себя ведут, как-то себя интересно подают, больше даже не могу себе представить такого вдохновения. Потому что, надо сказать, что то, что происходит в кино, в музыке, сейчас немножечко печально. Даже то, что касается и живописи, и всех выставок таких, очень модных, и визуальное все это искусство, ну, для меня это как бы немножко такая попсовая история, которая не совсем творчество. Это, скорее, очень-очень хорошо сделанное ремесло, очень четко опирающееся на какие-то технические требования сегодняшней жизни, идущее так на, скажем, как массовое такое творчество, что вот людям нравится, то сейчас все и делают. А как таковое творчество – это такое, скажем, движение первооткрывателей. Его сейчас просто нет. Поэтому, может быть, это такой момент целины, когда земля под паром, она просто ждет того, что это созреет. Но пока что вот такого, то, что было даже в начале 90-х годов, сейчас нет даже в помине. Поэтому, да, мы смотрим качественное кино, мы слушаем качественную музыку, очень технически хорошо сделанные выставки. Но чтобы черпать из них вдохновение, мне проще почитать. Я предлагаю еще раз окунуться в атмосферу показа Юлии Далакян и посмотреть коллекцию, которая была представлена на неделе Моле. И так начинается показ коллекции Юлии Далакян «Осень-зима» 2016-2017. Юлия, я предлагаю вам рассказать более подробно о каждой модели одежды, которая будет представлена на позе. Именно телезрителям это всегда интересно, любопытно узнать идею самого показа, почему именно такой фон, почему именно такая укладка у моделей, такой образ. Так что рассказывайте все сначала. Здесь есть, конечно, актуальная ситуация жизни, прежде всего. Это такая достаточно закрытость все равно у каждого человека. Сейчас коммуникабельность, она скорее информационная, чем называется «глаза в глаза», это уж только называется для друзей. А представительская история, то есть визитная карточка самой одежды для меня, это более закрытый, нейтральный такой вариант, который я, собственно, добиваюсь за счет и вот этих головных уборов, и очков, которые, в общем, не дают информации о модели. Для показа, мне кажется, это очень важная история, когда не присматривается зритель и клиент к тому, как выглядит манекенщица, а именно к образу, да, цельному. И, соответственно, я знаю, что для многих на сегодняшний момент именно такая чуть-чуть отстраненность в жизни, она гораздо более актуальна, чем открытость и коммуникабельность. Ну, это как бы, на мой взгляд. То, что касается раковины, отчасти она имеет такое же значение, то есть своя такая ракушка, но ракушка золотая, она красивая, она с историей, то есть ракушка, у которой есть уже и прошлое, и, соответственно, всегда будет будущее, потому что она абсолютно драгоценна. Также и эта одежда, она не просто какая-то кутюрная или повседневная, она именно вот та самая золотая середина, когда в повседневной одежде человек может выглядеть неординарно. Не тем, чтобы выглядеть вызывающе, а именно выглядеть необычно, интересно, и в то же время каждая вещь, абсолютно каждая, включая ту, которая сейчас на экране, очень удобная. То есть это трикотажные полотна, комбинезон сделан из махера и пашмины, верхняя часть – это тоже тканый трикотаж, который выглядит так достаточно нарядно, но при этом это очень удобные вещи, по сути говоря, это даже не жакет, а хокта, по сути говоря, потому что это очень мягкая и удобная вещь. Очень много комбинезонов с келотами, которые тоже очень оправдали себя. Шелковый верх и шерстяное сукно – это низ. И понятно, что келота нравится всем женщинам именно потому, что они выглядят не просто брюками, а именно как брюки-юбка и не очень длинные, потому что по нашим дожелевым погодам, конечно, укороченные брюки, они стали гораздо больше популярны. Вот эта вещь, которая только в последнее время обрела свою популярность, буквально несколько сезонов стали одевать вот эти длинные джемпера, которые используются именно как туники, то есть поверху различных водолазок и брюк, и юбок одеваются вот такие длинные кофты-платья, которые очень стильно, красиво смотрятся и при этом дают свободу движения, потому что, опять же, это все очень мягкие полотна. А какой материал у этих туник? Это то же самое, то, из чего был сделан джекет, то есть это тканый ажурный махер с люрексом, а это вот сделано прямо из шарфа верхушка, то есть из пашмины кашемировой, и махеровый низ на шелковой подкладке, потому что махер, понятно, может колоться, вытягиваться, но мы сделали такие вещи, которые будут очень хорошо носиться, и поэтому везде есть шелковая подкладка. У тебя в коллекции широко представлена линия аксессуаров, и это шапочки, это очки, какие-то украшения. Ну да, очень много было различных поясов с кистями, шарфов тонких, которые немного созвучны с 70-ми годами, которые я очень люблю, это уже так сложилось за годы. Это такая легкая романтика, которая достигается какими-то лентами, всякими различными кистями. Она именно берет свое начало для меня из 70-х годов, потому что я с детства очень их люблю, потому что у меня папа с мамой такие очень модные были, и они ходили в клешах, во всех этих, мама ходила в юбках, специально себе шила обувь даже из той же ткани, что и платье. То есть для меня вот с детства это такой пример очень активной модной жизни, скажем так, причем такой московской, городской, поэтому, естественно, видно, что вся одежда очень городская. То есть это она, конечно, хорошая для путешествий, да, но прежде всего это очень такой урбанистический стиль, который дает возможность себя удобно чувствовать и в деловых каких-то встречах, и при этом выглядеть и вечером вполне себе заметно. То есть, конечно, в таких вещах остаться незамеченным даже на мероприятии невозможно. Ну и что касается обуви? Что касается обуви, мы ее подбирали тоже специально, это устойчивый каблук толстый, который тоже сейчас очень модно, но при этом высота все равно достаточно серьезная. Все-таки на подиуме для меня лучше смотрятся девушки на каблуках, потому что прежде всего подиум, естественно, он прямо идет от пола, и для того, чтобы вытянуть пропорцию для человека смотрящего, лучше, конечно, обувь на каблуках. А расскажи нам об образе моделей, волосы, почему именно легкие кудри? Ну, то есть, такая сейчас некоторая небрежность, она очень активно везде на всех подиумах присутствует в образе моделей, и, собственно, мы тоже не обошли это стороной, потому что слишком надуманные прически, на мой взгляд, это немножко такой прошлогодняя вся история, даже прошлый век, скажем так. И потом все равно слишком надуманный вычурный образ, но это хорошо, наверное, в кутюре, в продапорте это не совсем уместная ситуация. А помада темных оттенков? Да, темный оттенок помады, потому что это зимние тренды, и понятно, что они везде активно присутствуют, и у нас очень много глубоких таких оттенков шоколадного, темно-красного, и очень много бархата, поэтому, конечно, выбираем оттенок и помады соответствующие. А модели вы выбираете самостоятельно или кто-либо помогает? Конечно, выбираю самостоятельно, но основной костяк манекенщиц, он не меняется. У нас, например, модель, на которую мы меряем всю коллекцию, уже лет, наверное, 20, одна и та же. При этом она выглядит точно так же, как вся молодежь, она только что была на экране, и, собственно, отличить ее от молоденьких девушек совершенно невозможно, потому что она в очень хорошей форме, и это настоящий уже профессионал, то есть она участвует в примерках, я всегда спрашиваю, удобно ей или нет, насколько ей что-то нравится, что-то не нравится, то есть для меня это абсолютный ассистент. Под нее, можно сказать, отшивается... Ну, не то чтобы под нее, то есть это вполне нейтральный, но при этом очень мыслящий человек, и она очень хорошо разбирается в моде, и у нее хороший вкус, поэтому она совершенно точно может определить, в какую сторону я двигаюсь. А музыка? Музыку всегда подбирает мой муж, потому что он режиссер профессиональный, и, собственно, занимается этим по жизни уже очень давно, и не только этим, не только показывает. Показывает, наверное, самое простое для него, что только может быть, но музыку подбирает исключительно всегда он. Вот, ну вот здесь вот опять такой яркий блок, достаточно красный такой. Королевский пурпур, он сейчас называется во всех трендах, и это очень разные ткани, то есть тут много очень интересно сделано вещей тоже из пашмины, вот, например, как у этого платья, которое сейчас идет по подиуму, верхушка полностью сделана из кашемировых шарфов, то есть это наши любимые мягкие, приятные пашмины. Низ – это шерсть, и на нем из шелкового бархата аппликация, наши авторские аппликации, которые мы делаем уже многие-многие годы, просто каждый раз мы меняем различные рисунки. Юля, а у вас есть любимая модель в коллекции? Не именно девушка, а именно модель? Нет, я поняла, конечно, конечно, в каждой коллекции есть вещи любимые, есть вещи спокойные, есть вещи коммерческие, которые рассчитаны на рекламу, то есть, собственно, во всех коллекциях, и западных, и наших, всегда делятся коллекции очень четко именно по предназначению, потому что есть вещи, которые прослужат только для рекламы, и это совершенно точно, есть вещи, которые моментально покупаются и просто с подиума буквально утаскиваются, вот, например, как этот комбинезон, который вот сейчас идет черный, это то, что за него происходило после показа, это неописуемо никакими словами. Коллекция моментально была раскуплена, или именно этот комбинезон привлек такое внимание? Ну, практически две трети коллекции, несмотря на то, что сезон еще впереди у нас уже нет, и сейчас мы будем только уже повторять по заказу эти вещи, но и то никогда в ноль мы их не повторяем, то есть, в любом случае изменения какие-то будут, и уже некоторые вещи в дубликатах были пошиты, но они в любом случае будут очень сильно отличаться, то есть, за счет цвета, за счет выбранных каких-то соответствующих материалов декоративных, то есть, в любом случае, все равно один в один вещь никогда не будет сделана. А, Юля, знаете, на наших российских неделях моды очень мало в первых рядах я могу видеть байеров. А вот за границей байеры – это повсеместные люди, которые приходят постоянно и закупают сразу. Почему у нас такая ситуация? Ну, потому что у нас пока еще нет индустрии, со мной бы очень многие, конечно, поспорили на сегодняшний момент, но я бы не стала… Нет индустрии? Ее нет, ее нет, потому что индустрия – это то, что держится уже десятилетиями, годами наработанные фабричные все вот эти коллекции, которые из года в год, из сезона в сезон покупаются и продаются. Ни один дизайнер на сегодняшний момент у нас не может этим похвалиться. Даже те, кто достиг уже массовой точки зрения такой известности без названия, скажем, каких-то имен, мы реально понимаем, что вот они были, а через 2-3 года их раз уже и нет. Поэтому именно потому, что нет вот такого очень четкого ритмичного развития моды именно с точки зрения производства одежды, и нет индустрии, я говорю про отсутствие индустрии именно исходя из этого. Потому что, прежде всего, это планомерное, бесконечное вот такое производство, которое перетекает из года в год, и, соответственно, за этим и приходят байеры. Придет байер и закупит какую-то коллекцию, которая через полгода перестанет производиться, сейчас уже никто не хочет этим рисковать. А брать на реализацию, где взять таких дизайнеров, которые такую огромную партию сошьют за свои деньги, таких очень мало. А те, кто есть, они, по сути, к сожалению, тоже. Вот они 5 лет были, и тут же мы читаем все эти разгромные статьи о банкротстве и так далее. Те дизайнеры, которых мы знаем, которые присутствуют уже десятилетия на горизонте, это в любом случае это бренды. Назвать все это пока индустрией можно только как зачатки индустрии и наработку имен и брендов, но не как мощную такую индустрию, которая может выходить на мировой рынок. У вас есть любимый русский дизайнер? Нет, такого у меня нету, потому что это, во-первых, такая очень сложная ситуация, и это, наверное, только молодежь может так сказать как-то некорректно про своего любимого дизайнера из начинающих вот этих вот имен. Но для меня существуют люди исключительно с опытом, вкусом и своим стилем. Вот это я могу назвать дизайнерами, а не тех, кто шьет какие-то удачные бомберы, платятся с оборочками, которые хорошо продаются. Это не дизайн. В любом случае, это, конечно же, Игорь Чапурин, это, конечно, Светлана Тегин. Это люди, которые уже с именем и которые со своим очень четко узнаваемым стилем. Алена Ахмадулина, конечно же. То есть, ну, все эти имена, они на поверхности, мы хорошо все знаем, но именно их я бы стала назвать дизайнерами. Пока из молодежи вот такой яркой, раскрученной, очень часто употребляемой даже в глянце, я ничего пока под словом стиль не вижу. Это просто есть удачные и неудачные вещи, хорошо такие, яркий показ, хорошая подача, удачные какие-то моменты, связанные с показом и спонсором, соответственно, но стиля как такового я не вижу. Юль, а расскажите об этом платье, мне оно очень понравилось. Внизу оборки из шифона? Нет, это сетка. Сетка сейчас очень популярна, и эта сетка, правда, мы ее, конечно, берем тоже натуральную, то есть, это не полиэстровая сетка, а шелковая, вот, поэтому она достаточно мягкая, не стоит как пачка у балерины, скажем так, но так как все сочетаются, опять же, материалы, то есть, махер у нас вообще основной был материал этой коллекции. Махер, бархат, сетка и, соответственно, костюм и шерстяные ткани. Вот это бархатное платье, это шелковый бархат, который сделан на, тоже на этой же сетке полностью. Она одевается на боди, это платье. Да, на боди одевается это платье, и опять же, аппликация, то есть, этот рисунок, это не печать, а нашитая вручную шелковая аппликация, что дает этому платью, конечно, абсолютно... На многих платьях вот эта аппликация, это как символ Дома Мода Юлия Довальевна? Ну, по сути говоря, это символ этой коллекции, потому что вот сама эта розетка, она взята как часть орнамента из одной из тканей, которую мы использовали в этой коллекции. Да, следующую будет уже совершенно что-то другое, в любом случае это меняется. Вот эти все платья, они просто имели сумасшедшую популярность, их уже в коллекции нет. Летние, очень воздушные, удобные. Они не летние, они махеровые, это шерстяной махер. И зимой можно их носить? Ну, это же зимняя коллекция, конечно. Они очень мягкие, они очень удобные, они никаких движений не сдерживают, при этом они смотрятся очень романтично и женственно, несмотря на то, что вот... А лето в них холодное, тепло, жарко. Наше московское лето такое разное, что, в принципе, найдется вот буквально через неделю, и вот такое уже можно будет точно надевать. Потрясающие красоты кисточки, подол, очень красиво. Это уже завершение показа, да? Последняя модель? Да, да, это уже заключительные модели. То есть вечера не очень много, потому что все равно это коллекция продапорте. В любом случае, это вечерние вещи, они в большей степени к кутюру относятся, но все равно вечер, он продапорте есть. Это именно потому, что каждый из них можно возобновить. То есть в любом случае, как бы, тиражировать как таковое эти вещи можно. Просто другое дело, насколько наша политика нашего дома с этим соответствует. Вот здесь у меня некоторый спор, поэтому я как таковое не продаюсь в каких-то больших количествах других вот таких местах, в каких-то больших универмагах и так далее, потому что, ну, на сегодняшний момент вот такой яркий стиль для тиража, мне кажется, что он не уместен. Юля, какие эмоции вас переполняли в последние минуты перед показом? Вообще волновались? Как проходила подготовка к показу? Ну, это всегда такой напряженный, конечно, период, потому что очень важно, чтобы оставалось много времени на вот тот самый финиш, о котором я очень много говорю. Вы же видите, как много здесь деталей. Все эти кисти, пояса, все прочее, вот эти все мелкие детали, они приходят только в самый последний момент, и весь коллектив без исключения занимается этим. То есть не просто пытаясь со скоростью звука отшить эти вещи к показу, а прежде всего довести их до такого детального проработанного конца. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы оставался вот этот момент, и, конечно, это день и ночь все происходит, и это всегда очень напряженный период. Вот. А на самом показе я всегда переживаю только за то, чтобы успели модели переодеться. Это всю мою жизнь я переживаю именно исключительно за это, потому что это всегда очень напряженный такой момент. Но не было никогда вот таких нюансов показывать? Вы знаете, пару раз в жизни были, пару раз были такие моменты, но это, опять же, я считаю, что такой непроработанный момент наш, когда очень много думаю даже на примерке, насколько легко эта вещь одевается. Если она одевается сложно, как все, опять же, зашнурованные корсеты, для показа это не годится вообще. Юля, а как вы относитесь к критике? Ну, прежде всего, конечно, самый строгий критик – это моя, я потому что знаю, как это все делалось, и из чего, и где есть минусы, где какие-то недоработки и так далее. Потом много раз отсматриваю вещи, вижу их уже в движении, так как не вижу никогда показа, вижу это только в записи, на фотографии. Я уже вижу, как вещь ведет себя в жизни, в движении и так далее. И какие-то недостатки, может быть, замечаются. Ну, и стилевые, естественно, всегда тоже есть. И это очень важно, потому что нужно расти, нужно двигаться, нужно все время развиваться и двигаться не только в погоню за трендами, а именно, прежде всего, преследовать цель достичь очень чистого стиля и какой-то очень четкой проработки, качественной. То есть для меня это самое главное. То, что касается нашей популярной критики, то, что касается журналистов и так далее, к сожалению, я просто не хочу никого обидеть, но очень поменялись времена и требования того, что сейчас происходит в журналистике модной, они, наверное, как-то очень сильно изменились. И очень много поверхностных знаний у журналистов. Они понятия не имеют, как делается одежда, понятия не имеют, по сути, что сегодня слово «тренд», оно настолько условное, что говорить об этом нужно очень аккуратно, потому что, по сути, то, что делает, скажем, Дольче Габбан и многие классики, жанры, они уже давно не модные, но это очень коммерческие вещи, покупает их более половины мира, и говорить о том, что это не нужно, не важно, это не модно, какие-то мещанства и так далее, это могут делать только совершенно необразованные люди. То есть сейчас очень важно стремиться к идеалу. Скажем, для меня всю жизнь это была Анна Долороса, мне посчастливилось с ней поработать, когда я работала у Роберто Кавали, и зная, насколько важно, скажем, ее мнение и насколько оно объективно. Она являлась тогда таким, скажем, внутренним консультантом для многих фирм одновременно, и для Гуччи, и для Анны Малинари, и для Роберто Кавали, при этом ее объективность и очень четкое соблюдение стиля той или иной марки, вот это пример для подражания любого критика, любого, потому что она может одевать на себя и, опять же, того же Хайдера Акермана, и одеть Дольче Каббана, каждый может сказать свои слова, восхищаться каждой частью этого стиля, и ни в коем случае вот у нее никогда не будет звучать слово тренд. Она всегда требует соблюдения стиля бренда, но никогда не будет говорить, это модно, это не модно, это просто на сегодняшний момент смешно, потому что, опять же, мода – это индустрия, и если это покупают, значит, это уже модно, то есть это главный параметр. Так как вот мне, допустим, вот совершенно не нравятся эти платьица, расклешенные с цветочек, и я вообще не воспринимаю женщин в таких платьях, какие бы они там красивые ни были, но я не имею права сказать, что это не имеет права на существование, потому что это моя субъективная точка зрения. А вот журналист и критик, он должен, прежде всего, смотреть объективно. Чаще всего, в 99% я этого не вижу. Очень все субъективно, каждый хвалит своих подружек, друзей, тех, кому дарят одежду, или там просто человек дружит с этим дизайнером. Поэтому для меня сейчас критика, она очень, ну, такая странная, скажем так. То есть я даже не смотрю никогда, что пишут после показа, потому что даже хорошие вещи, они для меня не объективны. То есть это либо человек ко мне хорошо относится, либо ему просто понравилась эта вещь. Судить о том, как он смотрит на мое место в мире моды, он не может, потому что объективно знаний очень у всех не хватает. Такого раньше не было. Юлия, вы много работаете над созданием костюмов для театра и кино, созданием фирменного стиля, одежды для многих фирм, ресторанов, костюмов, костюмы также для телеведущих. Расскажите об этом подобном. Ну, в большей степени я люблю работать по заказу каких-то западных фирм. То, что я делаю до сегодняшнего дня, очень много с Германией работаю. Это капсульные коллекции для тех или иных брендов, которые делают. То есть мы делаем такие образцы, из которых потом отвозят на фабрику уже менеджера данной компании и начинают отслеживать с моей консультацией, естественно, и с подбором ткани уже массовый тираж. Эту часть я очень люблю, в меньшей степени люблю делать какие-то вещи для, скажем, ну, такие вот для кино, потому что это вообще такая машина, которая перестала существовать именно как пока, скажем, может, кризис. Российское кино. Да, российское кино, но перестало существовать именно как с точки зрения эстетического такого восприятия, потому что это очень маленькие бюджеты. Сделать это качественно, хорошо, очень сложно. И, опять же, сам вот этот целых декораторов, он сейчас очень сильно профессионально изменился и делают, конечно, не так качественно, как даже еще 10 лет назад. Вообще с мастерами, которые выполняют что-либо, сейчас проблематично. Вот. А то, что касается телеведущих, это достаточно тяжелый труд, потому что то, что касается студийной записи, особенно ведущих новостных, которые работают по 10 часов в студии, и некоторые даже по 6 часов не могут из нее выходить, это очень специфическая работа, то есть и в выборе ткани, и в посадке на фигуру, то есть ни одной лишней складочки там быть не должно, потому что в камере это все видно. В камере это посмотреть? Конечно. Вот. Поэтому это очень много примерок, очень такой труд тяжелый, и, ну, это, в общем, такая тяжелая работа. Но это интересно. Ну, как сказать? Нет, я бы не сказала, что это интересно, совершенно неинтересно, потому что здесь должна быть очень лаконичная, сухая одежда, очень четкая классика, и здесь, в общем, фантазии не должно быть никакой. Вся фантазия – это только подбор цвета, скажем, к той или иной ведущей, ее гамма, потому что никакого шага в сторону здесь невозможно отойти. Здесь, наверное, нужны только мои мастерства, потому что я вижу, как это сидит на фигуре, и как можно достичь хорошей посадки. А именно с точки зрения художественной там особых, в общем, вовшеств невозможно. Но у вас же очень много индивидуальных заказов. Индивидуальные, конечно, конечно. Конечно, вы, конечно, не отдаете все-таки рождение своей коллекции, да, как-то развить ее, чем индивидуальный пошивок. Нет, индивидуальный пошивок – это самое главное, и коллекция тоже. То есть это те самые, скажем… То есть нельзя поставить… Да. То есть все остальное – это, скажем, 10% из 100 возможных, а остальные 90 делятся четко напополам между индивидуальным и коллекцией. Потому что я вам еще раз говорю, что для меня очень важно работать с людьми, и для меня жизнь человека – это такая открытая книга, в которой мне дается возможность нарисовать свои иллюстрации. Поэтому это очень интересно. Юля, расскажите-ка, как вы себя ощущаете, кем вы себя ощущаете через 10 лет, через 5, через 15? Ну, через такие сроки, я думаю, что будет все то же самое, что и сейчас, потому что это такой непрерывный процесс, и он все время так или иначе меняется, так или иначе развивается. Никогда невозможно остановиться. Ну, а то, что будет лет через 15-20, скажем, мне, конечно, угадать сложно, но, может быть, я буду больше уделять времени живописи, которую я очень люблю, потому что, в принципе, это для меня мое такое уже забытое хобби, которое, конечно, благодаря хорошему образованию заложено уже давно и крепко, но я очень скучаю по этому. Я уверена, оно также дает вам огромное вдохновение. Ну, и вдохновение, и возможность очень делать правильный эскиз без всяких рисовальщиков, потому что, конечно, от рабочего эскиза, где есть каждая проработанная деталька, до художественной, естественно, я всегда это делаю сама. Какие ваши планы на будущее, что касается коллекции и дальнейших показов, участия в неделе моды? Да, сейчас мы начинаем подготовку коллекции, вернее, она уже проработана, то есть на эскизные части, на уровне подборки тканей, каких-то определенных декоративных материалов, она уже полностью готова. И сейчас мы уже приступаем к отшиву, то есть начнутся примерки, сначала макетные, потом из ткани, и уже к середине октября, 16-го числа, у нас уже назначен показ, уже расписание показов есть. На Mercedes-Benz Fashion Week, естественно, у нас будет показ. С удовольствием посещу ваш показ на Медельмода. И хотела бы задать такой вопрос, что бы вы могли пожелать начинающим дизайнерам? Каким сложностям нужно быть готовым? Прежде всего нужно стать профессионалом, это очень важно. Не стремиться сразу после окончания какой-то дизайн-школы, делать свою коллекцию, показать ее на подиуме. Это для западной моды, это даже непонятный какой-то момент. То есть там от силы в каких-то конкурсных работах участвуют молодые дизайнеры, которые только что закончили дизайн-школу. Только по прошествии определенного времени, когда уже эти дизайнеры проработают в различных фирмах в качестве нанятых стилистов, а иногда и просто, как фрилансеры, приходят и работают молодые ребята, и просто учатся тому, как изнутри строится. Это все очень сложная, очень сложная работа. Даже если у человека есть сумасшедшее количество денег, и он может себе нанять потрясающего конструктора, хорошего маркетолога, построить весь маркетинг, нанять себе швей за бешеные деньги и так далее, он никогда не достигнет того, что называется стиль, пока он точно не будет знать каждый этап работы, от нитки до конструкции, как это сделано изнутри. И самое главное – это профессионализм. Да, это, конечно, очень важно. Юля, а что бы вы могли пожелать телезрителям, телеканалам «Мода»? Ну, прежде всего, новых впечатлений, потому что сейчас «Мода» – это целая жизнь. Вообще весь мир, он наделен столькими возможностями сейчас информации, что сейчас можно объять то самое необъятное, которое в студенческие времена нам даже не позволено было на уровне журналов. Сейчас за счет интернета можно увидеть все, причем в день показов, следить за тем, как идут недели моды в Нью-Йорке, в Париже, в Милане, в Лондоне и у нас тоже. И я знаю, насколько растет этот интерес. И очень советую погружаться в этот мир, потому что он очень красивый. И он, в отличие от всех видов ремесла и искусства, он развивается настолько быстро и настолько часто меняется, что всегда можно получить новые впечатления. Юля, спасибо большое за интересную беседу, за интересное интервью. Очень рада была нашей встрече. Я хочу искренне пожелать вам творческой реализации, вдохновения, новых идей. Несомненно, воплощать эти идеи в реальность, что все мечты и желания сбывались, конечно же, любви. Спасибо. На этом я заканчиваю нашу передачу. Напоминаю, что с нами была Юлия Далакян. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого модного и актуального. До скорых встреч!